Добрый день, Абосс Ти Ви, меня зовут Сергей Сапко. Сегодня в этой студии будем разбираться, как же правильно и безболезненно похудеть к лету, которое уже буквально на пороге. Татьяна Громова сегодня у нас в гостях, диетолог и фитнес-тренер. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас посетить уже в канун лета. Я бы немножко изменила, может быть, тему программы. Давайте. Я бы сказала, что как похудеть летом. Летом, хорошо. Потому что лето уже практически наступило, поэтому... За два дня вряд ли получится. За два дня вряд ли получится. На самом деле все возможно при желании, но настолько, насколько вам бы хотелось, возможно и нет. Давайте поговорим о том, как худеть именно летом. Да, давайте. Потому что лето – это на самом деле наилучший сезон для похудения по нескольким причинам. Во-первых, потому что организм замедляет теплообмен с окружающей средой. Соответственно, наш организм очень умный, очень мудрый и очень правильно устроен. И он, чтобы не было у нас теплового перегрева внутреннего, он замедляет все процессы в организме, работу всех систем, в том числе пищеварительной. То есть пищеварительная система начинает вырабатывать меньше ферментов. Меньше ферментов – у нас меньше голод, у нас меньше чувства голода, у нас сниженный аппетит. То есть на самом деле нам немного нужно летом еды. У нас нет приступов жора, как обычно бывает в холодное время года. Это первый момент. Второй момент, почему нам очень хорошо худеется летом, это потому что очень много свежих продуктов, свежей зелени, свежих овощей, свежих фруктов, на которых лучше всего худеется и не только худеется, но оздоравливается организм. То есть это наилучший сезон для оздоровления организма. Третий момент, у нас больше возможностей для того, чтобы заниматься активностью на свежем воздухе. То есть у нас гораздо шире выбор для занятий спортом. Потому что спорт не все любят, а на самом деле прогулки пешие, бадминтон, футбол с детьми – это то, что нравится всем. Каждый может найти то, что ему подходит. Для себя и для всех. Для себя, для своей семьи и потом уже, когда наступит осень, когда наступит холода, как-то уже это может быть, плавно переместить, плавно как-то адаптировать уже для холодного времени года. То есть летом вы втянетесь, в холодное время года вы продолжите. Как вот безопасно похудеть? Потому что есть очень много в интернете всяких вещей, там за два дня минус 10 килограмм и так далее. Ну, насколько я знаю, это наносит вред организму больше, чем пользы. Какие вот основы вы можете с нами поделиться, какими основами для того, чтобы не принеся организму ущерб, привести себя в форму и в порядок? Никакой экстрим нам не подходит. Почему нам не подходит экстрим? Потому что очень вредно для здоровья. То есть это большой стресс для организма. И на самом деле мы не знаем, какие происходят внутренние процессы. То есть мы можем себя нормально чувствовать, но при этом у нас могут быть какие-то фатальные уже изменения начинаться, о которых мы не подозреваем. Чтобы в принципе менять питание, если вы хотите менять кардинальное питание и выходить на совершенно другой какой-то радикальный образ жизни, прежде всего, что нужно сделать, и это обязательно, сходить к врачу и сдать анализы. То есть программа «Минимум» — это эндокринолог, это гастроэнтеролог, это кардиолог. Проблема наших людей, украинцев, состоит в том, что они очень мало уделяют внимания профилактике. Они очень мало удивляют внимания своему здоровью. В связи с этим многие заболевания, они могут дремать или медленно развиваться, а таких очень много, о которых мы не подозреваем и не знаем. И потом они вдруг выстреливают приступами именно. На Западе люди проходят медосмотр каждый сезон, то есть в начале каждого сезона это обязательный полный медосмотр. Мы живем в Дании с семьей. И мне, честно говоря, гораздо проще работать с иностранными подопечными, потому что они приходят уже с готовыми диагнозами, с готовыми результатами анализов, причем эти результаты свежие. И, соответственно, мы можем абсолютно составлять максимально приемлемую для них систему питания, а также физических нагрузок. Почему вот старички западные, мы всегда восхищаемся, вот, ну надо же, выходят на пенсию, они тут же впускаются в путешествия, они отправляются в какие-то совершенно длительные поездки, бодры и веселые, при этом в шортиках, с рюкзачками, потому что они следят за своим здоровьем, потому что у них всегда медосмотр каждый сезон, перед каждым сезоном. И они, если у них какие-то проблемы со здоровьем, они тут же их решают буквально вот на самом каком-то зачаточном уровне. То есть что вы должны сделать, это пройти обязательный медосмотр, потому что подбирать систему питания вам должен диетолог обязательно по состоянию вашего здоровья. То есть есть даже самые вот безопасные продукты, казалось бы, которые, ну, в общем-то, по идее рекомендованы всем, но которые нельзя принимать, если у вас есть определенное заболевание. И это очень принципиально. То есть я очень прошу всех начинать именно с посещения врача. Два, вам нужен диетолог, хотя бы вот, ну, может быть, диетолог обычно ведет человека, пока он не привыкнет есть так, как он должен есть. Но, в принципе, если вы чувствуете в себе достаточно силы, и у вас достаточно поставлена уже мотивация, вы можете взять просто консультацию диетолога, чтобы вам составили просто правильную систему питания, правильный план питания, в соответствии с которым вы будете жить и прекрасно себя чувствовать. Но в любом случае план питания основывается на какие-то базовые знания о состоянии организма. Конечно. Невозможно просто так. Обязательно. Это пункт номер один при составлении любого плана питания. И это не диета, это план питания с балансом белков, жиров и углеводов, всех необходимых микро-макроэлементов, которые обязательно должны присутствовать в меню в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. В зависимости от возраста, в зависимости от вашей физической активности. Очень много нюансов, которые самостоятельно сложно учить при составлении самостоятельной программы питания. И последствия могут быть на самом деле очень неприятны, если что-то вы сделаете не так. Поэтому в таком вопросе, как изменение системы питания, очень важен профессиональный подход. То есть диеты нет. Диеты нет, прежде всего, потому что они вредят организму. Два, потому что если вы резко будете худеть, вообще при любом резком похудении, даже если вы прекрасно себя чувствуете, у вас в очень плохой форме будет кожа. Даже если вы будете заниматься спортом, девушки тут же теряют грудь. Например, но это отдельная тема, если вам интересно, мы это обсудим. В любом случае кожа обвисает, и потом ей очень сложно прийти в тонус, особенно если человек 35+. То есть похудение экстремальное, быстро – это не вариант. Тем более, что вам ведь нужно наладить систему питания в принципе. То есть начнется осень, вы опять будете набирать эти 10 кг, или 15 кг, или 10, которые вы сейчас сбрасываете. То есть я надеюсь, что никто не хочет быть человеком гармошкой, который худеет, растягивается. Во-первых, это очень сказывается на внешности в итоге очень плохо. Во-вторых, вы будете худеть все медленнее на таких экстремальных диетах. И у вас с возрастом будет нарушаться гормональный этот фон очень серьезный, и особо серьезный урон здоровья будет наноситься. Какой нормальный темп сбрасывания лишних килограмм? И возможно ли, вот сейчас, знаете, в интернете, купи пилюлю, похудей за день, пей вот этот чудо-чай, и будет тебе счастье, да? И вряд ли кто-то хочет придаваться физическим нагрузкам, регулярным, пусть небольшим, но регулярным, да? Вот все девчонки, большинство девчонок мечтают похудеть, вот по щелчку пальца, и все. Возможно ли вообще сбрасывать вес без физических нагрузок? Возможно, возможно. Но вес будет уходить гораздо медленнее. Это раз. Два. Опять же, то, о чем мы говорили, кожа будет не в лучшем состоянии. Какой нормальный темп, и как кожу содержать еще? Нормальный темп, это в зависимости от исходного веса человека. Если вес очень большой, то есть, скажем так, допустим, если 130 килограмм человек весит, то в месяц, в принципе, 7 килограмм потерять нормально, для того, чтобы нормально себя чувствовать. если человеку нужно сбросить килограмм 10-15, то, в общем-то, это 4-5 килограмм, это нормальный темп. При физических нагрузках. При физических нагрузках. При физических нагрузках. Без физических нагрузок, во-первых, вес будет уходить медленнее. Во-вторых, вы себя не будете не очень комфортно чувствовать ни физически, ни психологически, потому что вы будете смотреть на себя в зеркало и замечать, вот где-то кожа стала такая вот дрябленькая, вот лицо, знаете, вот опускается лицо, особенно вот у женщин с возрастом, такое вот лицо в бульдожке образовывается, вот из-за того, что коллаген теряется, да. А, кстати, экстремальные диеты, они, в общем-то, основаны на резком урезании углеводов, в том числе фруктов, овощей, а, собственно говоря, эфидоэстрогены, коллаген именно в них содержатся, жиры, опять же, полезные, которые нам необходимы для кожи и для хорошего внешнего вида, вот, поэтому, да. Какие нагрузки, вот, усредненно можно считать нормальными для похудения спокойного, вот, чтобы не экстремального, ну, то есть в режиме сколько раз нужно заниматься и какой объем тренировок должен быть? Знаете, вот, и при составлении диеты, и при составлении планирования физической активности очень важен индивидуальный подход, то есть все зависит от здоровья человека. В некоторых случаях при определенных заболеваниях вообще противопоказано, например, кардиотренировке, то есть когда учащено сердцебиение у человека. То есть нормальному здоровому человеку, скажем, вот, среднестатистическому, да, вот, ну, скажем, вот, без проблем со здоровьем, конечно, лучше день тренироваться, если вы хотите поскорее прийти в форму, день тренироваться, день отдыхать. Если вы хотите очень быстро прийти в форму, то можно два дня тренироваться, день отдыхать, причем чередовать тренировки. То есть один день, допустим, делать упор на силовые нагрузки, второй день делать упор на кардионагрузки. Причем все это может сочетаться с групповыми занятиями йогой, с плаваниями в бассейне, с пешими прогулками. Сейчас на Западе люди ленивы, и они ленивы везде. И большинство наших проблем — это от линии и от нелюбви к себе. Ну это все знают, я не открываю что-то новое, но тем не менее. И популярен очень такой прием интересный, это называется теплообразование без активных физических нагрузок. То есть когда человек просто активно двигается в быту, то есть в течение, допустим, он сидит в комнате, откладывает резко газету или планшет, идет, придумывает себе, зачем ему пойти на кухню, он сделает что-то на кухне, то есть он все время находится в движении. И хотя бы минимально он что-то постоянно, он постоянно двигается как-то. В том числе для офисных работников. Во многих офисах просто вот они настаивают на том, чтобы каждый человек, каждый офисный работник, через каждые 15 минут он вставал, он наклонялся, он в разные стороны, вниз, вверх, делал какую-то растяжку, выходил на перекус, на кофе, то есть отвлекался от компьютера. Потому что на Западе уже пришли к пониманию того, что чем лучше здоровье у сотрудников, чем больше компания вкладывает в здоровье сотрудников, тем большую отдачу они приносят компании, тем более большую производительность они дают. Вот, поэтому все логично. И то же самое, кстати, вот по поводу любого человека. Мы должны почему о себе заботиться? Не потому что, я не знаю, у нас какой-то нарциссизм, это не проявление нарциссизма. Это если мы находимся в прекрасной физической форме, в духовной форме, эмоциональной форме, то мы гораздо больше можем принести пользу своим близким, пользу миру, пользу тому делу, которым мы занимаемся. То есть, опять же, все логично, но нужно вот включить осознанность и прийти к этому, понимаете? Вот, а это не так просто на самом деле. Лень матушка держит всех на диванах перед телевизором. У нас курс волшебной таблетки, то есть потенциальные подопечные, которые приходят ко мне на консультацию, они ожидают каких-то совершенно магических методов, которые вот сработают незамедлительно, и за одну неделю они решат все проблемы. Не существует таких методов, просто не существует. То есть, они есть, и можно, например, голодать, скажем, да, или, я не знаю, там пить какие-то сомнительные препараты. Но мы себя этим убиваем, это раз, и, во-вторых, это все вернется, причем очень быстро и с лишними килограммами, потому что организм включит реакцию экономии, и потом просто будет каждую калорию запасать в запас. Сейчас вот модно среди девчат, значит, детокс, всякие коктейли, всякие там препараты, детокс. Это что, дань моде или это действительно эффективно? Смотря какой детокс. Расскажите, какой должен быть. Ну, он может быть самый разный, но на самом деле, на лучший детокс, это абсолютно на натуральных продуктах, и, опять же, лето, это, я бы сказала, что время детокса. То есть, мы можем делать коктейли на основе зелени, а лучший детокс – это зелень. Детокс – это то, что максимально, ну, природный детокс, да, то, что максимально мягко, максимально лояльно, и эффективно чистит наш организм, чистит кишечник и оздоравливает организм. То есть, смысл детокса в том, чтобы избавиться от токсинов, от шлаков. Шлаки – это химические элементы, это продукты распада, которые оседают у нас на стенках кишечника, которые оседают на сосудах. То есть, это экология. Всякие разные факторы влияют по большому счету, да? Да. То есть, смысл детокса, чтобы весь мусор, межклеточный мусор и все, что в организме нам не полезно, вывести наружу. То есть, клетчаткой можно сделать? Клетчаткой, да. Не можно, а, собственно говоря, только клетчаткой. Потому что я очень против всевозможных добавок, состава которых мы не знаем. То есть, там может быть написано что угодно. Но если мы не уверены в составе, мы не должны это есть, потому что мы не знаем, как организм может на это отреагировать. Но если мы сделаем коктейль из зелени, просто петрушка, укроп, добавить корень или стебель сельдерея, добавить зеленое яблочко. Очень хорошо добавлять в такие зеленые коктейли льняную клетчатку. Вот она называется льняная мука. Отруби всевозможные, и они очень хорошо чистят организм. То есть, свежие овощи, фрукты, зелень – это наилучший вообще детокс, который нам предоставляет природа, причем очень дешево. И сейчас очень много, на самом деле, сезон вот молодой картошки, которая тоже, на самом деле, очень полезна для организма. Ее, правда, не рекомендуется есть в остальное время года, но июнь – это именно тот сезон, когда нужно есть молодую картошку, которая тоже будет очень хорошо чистить организм и оказывать очень положительное влияние на работу организма. Потому что молодая картошка, вот вы говорите, как дешево сделать детокс, да? Дешевейший детокс – это, на самом деле, разгрузочные дни, очень хороший вариант. Разгрузочные дни на зелени, на свежих овощах, на фруктах. То есть, мы с утра берем блендер, добавляем любой зелени, которые вам нравятся, свежей зелени. Для того, чтобы быть уверенным, что она без нитратов, лучше ее вымочить. Допустим, на ночь положить просто в холодную воду, добавить немножко морской соли. Можно потом употреблять с гарантией того, что она совершенно не содержит никакой химии. На чем коктейли замешивать-то? На йогуртах, что ли? На чем вам нравится? Ну, так зелень накрутил себе, взял, пожевал? Нет, нет, на воде, на воде. То есть, добавляете много зелени, любой, которая вам нравится, добавляете воду, добавляете столовую ложку либо льняных отрубей, либо овсяных отрубей, добавляете яблочко, ну, для вкуса, если вам хочется, добавляете стебель сельдерея. Это все перемешиваете так, чтобы это было, ну, как нравится, в более жидком виде, в более таком вот, как пюре. Как смузи, да, пюре. Как смузи, да, то есть, как вам больше нравится. Желательно, если фрукты, то желательно не смешивать разные виды фруктов. То есть, если вы кладете, допустим, банан, то это очень такой вот автономный фрукт, который сочетается исключительно с зеленью. Зеленью его можно употреблять. А если уже банан, например, яблоко или там банан, апельсин, допустим, это совершенно несовместимо. Они, во-первых, не дадут такого эффекта, который, во-вторых, не усвоится просто сложно организму перерабатывать, и они сложно усваиваются в таких комбинациях. Интересный вопрос. Еще разные эксперты по-разному говорят. Шестеразовое питание, либо же трехразовое питание. Что лучше в данном случае? По этому поводу очень много научных споров и очень много научных исследований проводилось, и очень разные результаты. Но, в принципе, конечно, лучше есть дробно. Потому что загружая организм, перегружая организм, мы очень сильно усложняем работу желудочно-кишечного тракта. Это не полезно. Это любая вообще еда вызывает выброс инсулина резкий. И такие вот стрессовые ситуации, как переедание или слишком большие порции, они не полезны в принципе для организма, они не полезны для здоровья. То есть эта нагрузка получается перегрузка всех органов. Поэтому совершенно логично и очень полезно, если вы будете питаться дробно. Тем более лето, опять же, очень хорошая для этого пора, потому что вы взяли свежий фрукт, вы просто взяли с собой овощи и там нарубили себе салатик по возможности, добавили оливковое масло или там немножко посыпали орехами, перемешали с зеленью. И, собственно говоря, когда есть не особо хочется, вот такие перекусы, они очень полезны. Спасают. Конечно. А по поводу разгрузочных дней, то есть весь день можно провести на самом деле, если вам это комфортно, вот начиная с зеленого коктейля, вот с зелени, да, потом овощи, фрукты в любом виде. Лучше, конечно, в втором виде, если нет противопоказаний по здоровью, опять же. Это могут быть запеченные, это могут быть паровые овощи. И фрукты, конечно, ближе к вечеру желательно не сладкие или вообще стараться в первой половине дня только фрукты кушать. Много воды обязательно, много воды. Летом это должно быть, если рекомендуется, в принципе, минимум 2 литра в любые другие сезоны, то летом это, конечно, должно быть 2,5 литра минимум, потому что очень много воды у нас выводится во время жары при высокой температуре. И большая вероятность того, что мы можем просто, организм может быть обезвожен. Поэтому внимание уделять воде тоже серьезное, ну, причем не сладкое, а вот именно чистой воде. И вот такое вот можно делать 2 разгрузочных дня, если нет противопоказаний по здоровью, опять же. Они будут только на пользу. Это наилучший детокс, который вы можете себе предложить. Наилучший детокс. Что с жаркой на масле? Вот знаю, что гриль можно, а вот жареная на масле все вообще нельзя. Что за процессы происходят? Увеличивается гликемический индекс продуктов при жарке? Или вот что там, что не так со сковородкой? Здесь даже не вопрос того, что увеличивается гликемический индекс. А когда мы жарим, вот особенно жарим на растительном масле, растительное масло, у него меняется молекулярная структура, это становится трансжир. Трансжир — это мощнейший канцероген. Канцероген — это то, что вызывает самые разные заболевания, очень серьезные, в первую очередь, онкологию. То есть, на самом деле, это очень вредно. Если очень хочется жарить, то тогда не на растительном масле, а, по крайней мере, на сливочном масле, но не такие, в общем-то, фатальные влияния на организм оказывают, по крайней мере. Но, в принципе, очень рекомендуется о жарке вообще забыть навсегда. Ну, это вам и, в общем-то, в любой сезон. А летом отучить себя от приятных привычек, пищевых привычек, летом проще всего. Потому что меньше хочется есть, вам не хочется тяжелой еды. Жареная еда — это очень тяжелая еда. Пожалуйста, шашлык. Выходите на шашлык, жарите на гриле. Гриль — это даже жирноватое мясо или жирноватая рыба. Жир стекает с этого мяса или рыбы, и получается абсолютно диетический постный продукт. На масле ни в коем случае нельзя жарить. Ну, во-первых, это очень вредно для желудка. В итоге, правда, это могут быть серьезные желудочные патологии. Плюс это канцероген. До сих пор идут споры по поводу того, что вызывают, собственно говоря, онкологию. Причем у молодых людей в том числе. И ученые уже, большинство, по крайней мере, сходятся во мнении, что это все-таки, в первую очередь, транжиры. Это консерванты, которые у нас сейчас добавляют в еду. Ну, то есть, этого нужно по возможности избегать. То есть, если очевидный вариант, если мы покупаем что-то в магазине, и если мы не знаем, как это приготовлено, это тоже не рекомендуется, но это может быть. То есть, мы не знаем. Но если мы сами берем растительное масло, и мы сами на нем жарим, и мы понимаем, что это канцероген, и мы кормим этой едой себя, и даем эту еду детям, то это вообще, я считаю, что непростительно. То есть, ну, нужно включать мозг, конечно. Спасибо большое. Будем считать, что наши зрители выяснили для себя гораздо побольше информации о пище, правильном питании и всем остальном. Татьяна Громова, диетолог и фитнес-тренер. Сегодня в студии Аббос Тиви. Кушайте правильно, будьте здоровы. Меня зовут Сергей Сапко. Непременно увидимся с вами. Пока. Прекрасного лета. Редактор субтитров А.Семкин